Всем привет! В этом видео мы с вами будем разбираться в артиллерии Китая. В недавнем видео мы уже посмотрели на одну из фишек нюк-пушки, ну а в этот раз сравниваем инферно-пушку с ядерной. Какую из них когда лучше использовать и когда вообще их использовать. Для начала стоит напомнить, что главная фишка инферно-пушек в том, что они разжигают фаер-шторм. И многие ошибочно думают, что для разжигания фаер-шторма необходимо 4 пушки, хотя на самом деле 3 штуки также успешно разжигают фаер-шторм. Также в некоторых ситуациях даже 2 пушки смогут разжечь фаер-шторм. Происходит это тогда, когда у них достаточно скорострельности и 3 снаряд успевает долететь до того, как погаснет огонь после первых снарядов. Ну а скорострельность, как ни трудно догадаться, можно получить при помощи башни пропаганды. Самый простой способ. Необходимо башня пропаганды обязательно с апгрейдом, потому что без апгрейда не хватает скорострельности, чтобы разжечь фаер-шторм двумя пушками. Также стоит упомянуть такое повышение, как лычка на артиллерию. Она тоже может дать вам скорострельность, но им никогда не советую убрать это повышение, потому что, во-первых, у нас поинтов на всё просто не хватает, и мы лучше возьмём какую-нибудь ковровку над этим повышением лычки. А также, во-вторых, инферно-пушки очень легко убить, и лычкованные инферно-пушки дают намного больше опыта. И, как показывает практика, лычкованные инферно сразу приносят вашему врагу много очень ранга. Также скорострельность можно взять при помощи Фрэнди, но тоже игра не стоит свеч, и лучше взять какие-нибудь ковровки и артиллерии. Ну а мы переходим к сравнению, и начинаем с китайских мироров, где выбор наш всегда будет падать на ядерную пушку, ради которой даже не жалко будет потратить поинт в повышениях. Как показывает практика, ядерная пушка показывает себя намного лучше инферно, потому что свою стоимость и время производительности в заводе может принести намного больше импакта. И всегда это выгодное вложение, когда у нас уже дело переходит в лейт, когда игра идёт пачка на пачку, ядерная пушка может снести, допустим, много гатлов, и мы уже спокойно можем залетать хеликсами или мигами добивать. То есть удачное попадание ядерной пушки будет означать выигранный сразу замес. Ну а почему плох инферно? Во-первых, потому что достаточно быстрые гатлы те же, они просто выезжают из файр-штормов. А если рассматривать ситуацию против танка, там танки и вовсе им пофигу на этот файр-шторм, они достаточно плотные, лычкованные которые. И собственно тоже быстро достаточно выезжают из этого файр-шторма. А во-вторых, и самое главное, инферно мы никогда в жизни не накопим в Китае-Мироре 3-4 штуки инферно, просто потому что там всегда летают хеликсы и миги. И мы будем постоянно штамповать, они занимают очень много времени производительности завода. У нас просто не будет достаточно боевой пачки обычной, там гатлов и оверлордов. Ну и просто у нас будет там 1-2 инферно подстреливать и ни к чему хорошему это не приводит. Что касается матчапов Китая против американцев, то здесь на самом-то деле почти никогда не доходит дело до артиллерии. Но если вдруг игра сильно затянулась и у нас собралась большая пачка гатлингов с ЕЦМ-ками, в арсенале имеются конечно же миги, а у врага собралась тоже большая пачка хаммеров с поддержкой авенджеров против тех самых мигов. И в этой ситуации мы конечно уже думаем о том, чтобы выпускать артиллерию, потому что вражеские хаммеры теряют скорости из-за того, что они не могут уезжать далеко от авенджеров. И здесь уже скорее вопрос у нас стоит в том, остаётся ли у нас лишний поинт на нюк пушку. Ну, обычно у нас на таких стадиях игры артиллерия, ковровка. Если дело дошло до пятого ранга, у нас берётся ЕМП, мины. А дело в том, что мы почти всегда хотим взять гвардейцев в начале игры, и вот у нас уже собирается 7 поинтов. Ну, если вдруг вы пренебрегаете, допустим, минами, или можно пренебречь третьим артударом, или пренебрегаете гвардейцами в начале, то тогда можно, конечно, взять нюк пушку и отстреливать, пытаться авенджеры. Хаммеры, конечно, при видении нюк пушки, скорее всего, оторвутся да уедут. Ну и против Инферно они тоже в Firestorm почти никогда не попадут. Но дело в том, что Инферно даже в количестве одной или двух штук хорошо прожигают авенджеры. И просто постреливая по ним постоянно, допустим, началась война, все друг друга стреляют, и где-то сзади постреливает один-два Инферно, и они спокойно просто выжигают этих авенджеров, и после этого мы сможем накрыть пачку хаммеров мигами. Вот. А в ситуации, когда у нас хватило поинт на нюк пушку, мы просто выстреливаем, пытаемся через контрол, может даже либо попасть в хаммеров, либо тоже выстреливаем авенджеров, и, соответственно, накрываем после этого мигами. Это что касается матчапов именно обычного Китая. В принципе, все то же самое будет распространяться и на пехотного генерала. Вот. Ситуация с ядерным совсем другая, конечно. Там у нас ситуация, где мы захотим взять артиллерию, конечно, еще в сто раз реже будет случаться, потому что мигов там просто нету, и, соответственно, авенджеров тоже. Но бывает вот как раз вот одна из тысячи ситуаций, когда мы дожили до именно нюк мигов, а там, опять же, опасная пачка с поддержкой авенджеров, и тут дело в том, что никакой поинт нам не нужен для нюк пушки, и можно смело выбирать. И ответ на самом деле будет прост. И даже если мы взяли поинт для Китая, для инфантре, тоже все это работает, просто можно взять, выпустить и то, и другое. Пытаться попасть нюк пушкой. Если мы вдруг попадем и заберем много хаммеров нюк пушкой, это обычно сразу выигранная игра. Ну и также где-то будет постреливать, когда начнется замес главный, также будет постреливать инферно, выжигать авенджеры. Ну и против галашников. За нюка и инфантре вообще никогда не заходят дело до артиллерии. Там, на самом деле, оверы и посты за инфантре, они просто в лобовую сильнее намного галашников, и помощь артиллерии нам обычно не нужна. Ну, если, конечно, в ситуации, опять же, одна игра из 10 тысяч, где мы дожили до гиперлейта, в котором огороды хакеров, где можно спамить огромные пачки, ну там, конечно, артиллерию тоже можно строить. А вот за обычный Китай наш выбор всегда падает на инферно. В ситуации, когда у нас уже полный аэросинал, имеются миги, возможно, хеликсы, конечно же, обязательно наземная пачка достойная. Мы хотим штурмовать, допустим, большое количество нор, ну или других каких-нибудь там бункеров, стингеров, нейтральные здания под поддержкой там большого количества нор. Инферно просто отлично выжигают всё это добро. И тут ситуация простая. Всем, что у нас есть, прикрываем эти самые пушки, против басов у нас обязательно должны быть миги. Ну, если вдруг какой-то бас решает поехать и разменяться на 1-2 инферно, то нас этот размен обычно устроит. Ну и все эти ситуации, упомянутые до этого, относятся к играм 1 на 1. 2 в 2 и 3 на 3, основываясь на этой информации, придётся действовать уже исходя из ситуации, сложившейся. Ну и осталось поговорить про нейтрон-шеллы, которые изучаются в ядерной ракете, главная особенность которых это выбивание изглашенных нор. Причём подчистую абсолютно всех юнитов сразу уничтожают нейтрон-шеллы. Да и из дворца и вообще всех возможных бункеров тоже выбивают подчистую. Конечно, этот мощнейший грейд стоит брать в любой ситуации, в которой у нас есть ядерная ракета и имеющаяся доступность к ядерным пушкам. Ну и, конечно, экономические возможности потом строить эти ядерные пушки, поддерживать их юнитами. Если целенаправленно играть на этот грейд в играх 1 на 1 и 2 на 2, я бы не стал. А вот в масштабных играх, типа, каждый сам за себя, может даже иногда 3 на 3, почему бы и нет. Тем более в играх 3 на 3 можно делиться дозерами, выбиванием через контрол со своими союзниками, обменяться технологиями, американскими, китайскими, дать галашнику энергию, в конце концов. Одним словом, мощный грейд, который, по сути, убивает любого наземного юнита с одного выстрела, на галашник лишается полностью возможности использовать норы. Давайте убедимся. Абсолютно все юниты уничтожаются. Не пугайтесь, урон это от взрыва ядерного оверлорда. Так что нейтрон шеллы сами по себе урон, конечно, не наносит никакой. Лично я, допустим, в играх каждый сам за себя, стараюсь брать ядерную пушку в повышениях и ближе к литу, конечно же, учить грейд, нейтрон шеллы. Ведь с огородами хакеров, в том самом гиперлите, о котором я уже говорил, спам ядерных пушек с нейтрон шеллами это самое то. Ну и раз речь у нас зашла про выбивание юнитов из нор, также такой способностью обладает стелс-файтер у американцев. Правда, сам стелс-файтер юнит абсолютно бесполезный, и брать его в генеральских повышениях никто никогда в жизни не будет. Тем более, что он юнитов из норы просто выкидывает наружу, при этом нанося около 120-130 урона. То есть даже геройские юниты, которые имеют 150 хп, то есть там Джерман Кейл, Бартон, они спокойно переживают эту атаку. То, что стелс-файтер не убивает юниты, а просто выкидывает, делает его еще более бесполезным. И единственное разумное применение это за Айра, у которого стелс-файтер идет в комплекте, без генеральского поинта, да и сам по себе он подешевле будет. И, допустим, атаковать одновременно стелс-файтером с этим апгрейдом на выбивание из бункеров, допустим, с командчами, рокетподами нору одновременно со стелс-файтером, и тогда получится полностью зачистить все. И, конечно, даже это я бы назвал скорее баловством, потому что если Айр переживает начальную агрессию первые 2-3 минуты, играя в два филда командч спамом, то ему потом уже ничего, никаких стелс-файтеров не надо, он и так сам по себе выиграет. Единственное, когда можно попробовать разумно применить этот грейд, практично, это когда у вас уже совсем безвыходная ситуация, но осталась группа командчей, допустим, денег нету, ну или галашник просто занял всю карту, и он намного больше денег имеет, это попробовать внезапно проатаковать, зачистить группу квадов, и потом полететь, убить заводы, и, соответственно, может галашник растеряется там где-то. А так, после первого выстрела стелс-файтера, галашник, во-первых, имеет 2-3 секунды, чтобы выйти из любой другой норы своими юнитами, и ничего у вас с ними не произойдет. А также он просто может перестать пользоваться норами, если у него есть преимущества, и ни к чему хорошему это пользование стелс-файтера не приведет. Пустая трата денег и занятие производства филда. А на этом этот ролик подходит к концу. Конечно же, не забывайте ставить лайки, если вы нашли что-то новое для себя, также подписываться на канал, ведь в будущем вы сможете увидеть здесь еще больше обучающих видео по этой игре. Все, всем спасибо за просмотр, и всем пока!